Сегодня я раскрою тебе страшную тайну Той Чики из ФНАФ 7 и расскажу, что она на самом деле делает со всеми аниматрониками. История очень интересная и Скотт вложил в неё большой скрытый смысл, который завуалировал в любовном рассказе обычной школьницы. Это канал ФНАФ Плей, а я Медвежонок Фредди, и настало время для интересных теорий и секретов игры ФНАФ 7. А если ты хочешь видеть больше теорий на моём канале, то не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Ну а мы начинаем! На самом деле история про школьные годы Той Чики на первый взгляд выглядит как романтический любовный роман. Но если копнуть глубже и разобраться в происходящем, то можно понять, что это совсем не так. Каждый новый день в школе Той Чика начинает с рассказа о том, что она встретила нового парня, которого хочется получить себе. Этот парень сидит на передней парте, и Той Чика придумывает план, как с ним можно встретиться. И в конце каждой серии она говорит очень важную фразу. Но есть одна вещь, из-за которой всё может пойти не так. Именно эта фраза является ключевой, так как действительно при каждой встрече что-то происходило не так. Начнём с первого дня в школе. Мы видим, как Той Чика сидит позади Фредди и придумывает план, как заманить его к себе домой. Но самая важная деталь в каждой такой сцене это её рюкзак, в котором постепенно появляются новые трофеи своих жертв. Вначале можно заметить, что её первой жертвой был Фокси, которого Той Чика убила и в качестве трофея оставила его крюк. Ещё важный момент заключается в том, что сначала Той Чика присматривается к своей жертве, и изначально видит свой трофей, о котором говорит в самом начале диалога. То есть, ей нравятся шляпа Фредди, уши Бонни, глаза Фантайм Фокси и остальные детали аниматроников, которые постепенно появляются в её рюкзаке после убийства своей жертвы. И с каждым новым убийством, план по заманиванию жертвы становится всё более жестоким. И если вначале она просто пригласила Фредди помочь ей с домашкой, то на седьмое убийство она уже похищает аниматроника и бьёт его лопатой по голове. А сейчас я докажу вам, что Той Чика действительно убивает своих жертв. Для начала, взгляните на её рюкзак. Той Чика просто вырвала глаз у Фантайм Фокси, отрубила руку Твистед Волку и отрезала голову марионетки. Если бы аниматроники остались живых, то во-первых, Чику бы уже поймали, а во-вторых, эти аниматроники бы просто вернулись в школу. Например, хотя бы Фредди мог вернуться без своей шляпы. Но Той Чика очень хитрая и просто заманивает всех парней к себе домой, а затем убивает их без свидетелей. То есть, по своей сути, Той Чика является не влюблённой школьницей, а настоящим убийцей. Она придумывает план, как соблазнить парня, затем заманивает его к себе и убивает, оставляя какой-нибудь трофей себе на память. В финале истории можно понять, что она убила 7 аниматроников и продолжит этим заниматься, так как она уверена, что уже завтра в школе появится новый парень и история продолжится до тех пор, пока Той Чику наконец не поймают. А сейчас я покажу вам настоящее доказательство того, что Той Чика действительно является убийцей. В игре вновь 7 после скримера аниматроник говорит какую-нибудь фразу, и у Той Чики тоже есть две интересные фразы, по которым можно понять, что она является убийцей. Я не стал озвучивать эти фразы, а просто покажу перевод её слов, чтобы вы послушали, с какой интонацией и жестокостью она это говорит. Вот в этих фразах и кроется настоящая личность Той Чики. Сначала она говорит, что ты не устанешь умирать, и говорит она это таким тоном, будто каждое убийство доставляет ей удовольствие. А как раз во второй фразе мы видим краткое содержание каждой катсцены с Той Чикой. То есть сначала милым голосом она соблазняет и заманивает жертву, а затем злобным голосом говорит, что хочет её съесть. Всё так же, как и в катсценах. Плюс к тому, голос озвучки Той Чики в игре и в катсценах одинаковый, просто разная подача и интонация. И именно благодаря этим фразам из игры можно хорошо понять и разглядеть настоящую личность Той Чики. Ведь если в школе ей надо прикидываться хорошей девочкой, то в игре она ведёт себя естественно. На самом деле эти катсцены с Той Чикой являются отсылкой к игре Яндре Симулятор, в которой школьница убивает людей. И именно в этих катсценах Скотт решил показать нам Той Чику в новом формате. И это получилось довольно интересно. Надеюсь эта теория про Той Чику тебе понравилась и ты уже поставил лайк этому видео. И конечно же, скоро на моём канале будет ещё множество интересных теорий по ФНАФ 7. А сейчас, друзья, всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok